Сразу отмечу, что обстановка стабильная, тяжелая, стабильная, особых изменений за прошедшие сутки нет, есть небольшие особенности, в основном все осталось на своих местах, так же как и было в предыдущие сутки. Итак, враг пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на сдерживании действий сил обороны на определенных направлениях. При этом не прекращает попытки ввести наступательные действия в Бахмуте и Авдеевке. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили атаки оккупантов в районах поселений Иванград, Бахмут, Бахмутская, Солидар, Курдюмовка, Красногоровка, Михайловка, Невельская и Тернова. Ну то есть мы видим, что Донецкое направление продолжает оставаться у нас самым напряженным, это единственное направление, где противник пытается атаковать наши позиции и там, да, действительно ситуация остается очень и очень напряженная. Противник обстреливает наши позиции вдоль всей линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование позиций на определенных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая норму международного гуманитарного права, законы и обычаи войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов и около 30 авиационных ударов. Нанес более 100 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. От атак противника пострадали районы более чем 40 населенных пунктов. Среди них город Днепр и область, кстати там самый такой был довольно мощный, там ракету сбили, что самое как бы печальное, то что ракета была сбита системами ПВО и обломки ракеты упали и произошел пожар на заправочной станции. Что повлекло, пожар был очень сильный, что повлекло за собой человеческие жертвы. Ну к величайшему сожалению это война, избежать полностью жертв мы не можем. А если бы не сбили ракету, она бы взорвалась где-то в городе Днепр, в центре города, а может быть на объекте энергетической инфраструктуры. Поэтому вот такая вот ситуация сложилась в Днепре. Приколотная в Харьковской области и Велико-Александровка в Херсонской области. Это вот два самых таких, три точнее, три населенных пункта Днепр и область, Приколотная и Велико-Александровка, которые более всего пострадали за прошедшие сутки от ракетных ударов российских войск. Далее рассмотрим ситуацию на оперативных направлениях. И так, ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Угроза ракетных ударов и применения ударных беспилотников по территории Украины сохраняется. Противник постоянно, вчера, кстати, была очередная атака дронов, около десятка дронов вылетели по дороге в направлении города Киева. Они были уничтожены нашими средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Надо отметить, что сегодня появилось там обращение военнослужащих Белорусской армии к военнослужащим вооруженных сил Украины. Ну, такое обращение по принципу «не пугайте нас, а то мы сами будем бояться и вас пугать». Вот примерно в таком контексте. Если вы не хотите войны, то мы тоже войны не хотим. Вот в таком контексте. Не надо проводить информационно-психологические специальные операции против вооруженных сил Белоруссии. Что самое интересное, что мы такие операции не проводим. Мы просто говорим, что не нападайте на нас и будете живы-здоровы, целы и невредимы. Вот это единственное, что мы постоянно декларируем в сторону белорусских военных. Ну, они подумали, что мы проводим против них информационно-психологическую операцию. И записали, в принципе, то же самое, что мы не хотим воевать, не нападайте на нас. Мы, кстати, готовимся к обороне, а не к нападению. Еще была информация о том, что Белоруссия начала отводить свои войска из приграничных районов, перемещая их в пункты постоянной дислокации. Так, во всяком случае, сообщал вчера телеграм-канал «Белорусский ГАИН». Ну, посмотрим. Я думаю, что это просто очередная ротация. А может быть, Лукашенко решил, что надо вернуть армию в пункты постоянной дислокации для того, чтобы защитить самого себя. Потому что формирование вот этой совместной группировки белорусско-российской на территории Белоруссии под командованием Генерального штаба вооруженных сил России может нести прямую угрозу пребывания у власти самого Лукашенко. Посмотрим, как будет развиваться. Противник также наносил... Ну, идем далее. Противник также наносил удары, огневые удары на других оперативных направлениях. На северском направлении Черниговская и Сумская области страдали от минометов и ствольной артиллерии. Также применялись ударные дроны в этих двух областях в приграничных районах. На остальных направлениях огневые удары наносились, как и обычно, с применением минометов в ствольной и реактивной артиллерии в некоторых местах авиации и танков. Это были Слобожанское, Купенское, Лиманское, Бахмутское, Авгеевское, Новопавловское, Запорожское направления. На Новопавловском и Запорожском направлении враг обстреливал еще на всю глубину досягаемости своих огневых средств. То есть он обстреливал не только позиции наших войск, но и населенные пункты на дальность досягаемости своей артиллерии. Более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения пострадали от огневого воздействия противника на Южно-Букском направлении. Для проведения воздушной разведки противник совершил до 20 вылетов беспилотных летательных аппаратов различных типов. В Российской Федерации идет поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Продолжается работа с военнослужащими, которые получили ранения. По идее их надо было уволить с рядов вооруженных сил или комиссовать по состоянию здоровья. Но им предлагают вместо комиссации поменять военно-отчетную специальность на любую другую, которая не требует больших физических усилий. Например, канцелярская работа, бухгалтерский учет в различных службах. И таким образом Россия людей после ранения хочет посадить на штабную работу, а штабных работников, в основном это офицерский состав и контрактники, отправить на фронт. То есть, как вы видите, сбор военнообязанных или военнослужащих идет везде и всюду. Выгребает как пылесос. При этом не гнушаются и иностранными наемниками. Сегодня появилась информация, что в Афганистане Российская Федерация проводит... Вы же знаете, да, что у России с движением «Талибан» довольно хорошие экономические и дружеские отношения. Они дают им энергоносители, дают им кредиты. Ну, я так понимаю, либо безвозвратные, либо под минимальный или беспроцентные кредиты. Правильнее так будет сказать. Так вот, члены элитного корпуса «Командос» национальной армии Афганистана, которые были подготовлены армией Соединенных Штатов, сегодня получают предложение воевать на стороне российской армии в Украине. Это пишет Foreign Policy издание. Они, видите, талибы разрешают вербовать. По оценке издания после прихода «Талибана» в Афганистане или в соседних странах, в Афганистане или в соседних странах осталось от 20 до 30 тысяч афганских добровольцев «Командос». Всего американцами было эвакуировано несколько сот старших офицеров. Все остальные остались. Естественно, кто-то сбежал в соседние страны, кто-то остался в Афганистане. Так вот, Российская Федерация получила разрешение на то, чтобы вербовать этих людей, и они могут быть использованы российским командованием здесь, в Украине, для участия в войне. Причем вербуют не только в Афганистане, но и в странах Азии вербуют. И еще я ниже приведу пример местной жительницы из одной из стран Азии, где она рассказывает со слов очевидцев, как проходит вербовка и на каких условиях проходит вербовка в этих странах. Так что мы можем увидеть в ближайшее время здесь не только представителей Российской Федерации, но и афганских добровольцев «Командос», которые обучали Соединенные Штаты Америки. Ну, идем далее. По подробной информации, по уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии сил обороны уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых кадыровцев в населенном пункте Ново-Ивановка Луганской области. Также уничтожено до 10 оккупантов и около 5 грузовиков с боеприпасами в населенном пункте Сватово. То есть наша артиллерия работает по Луганской области. Я так понимаю, готовит... ну, мы вернулись к так... точнее не оставляли тактику изматывания противника, и вот она реально в действии. Реальные результаты этой тактики. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 21 авиационный удар. Подтверждено, что поражены 17 районов сосредоточения техники и вооружений противника, 2 опорных пункта обороны, а также 2 позиции зенитно-ракетных систем противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Ну, кстати, речь задают вопросы по поводу того, куда делись Орлан-10. Дело в том, что раньше в основном применялись Орлан-10, это разведывательный беспилотник. Он не нес ударных функций, его пытались переоборудовать, но в основном это был разведанный беспилотник оперативно-тактического уровня. Он и сегодня применяется, он никуда не делся, поверьте. А Россия собирает эти беспилотники, мы знаем, что они из конвейера идут на фронт. Просто дронов стало намного больше в плане использования еще дронов Камикадзе, вот типа Шахет-136 иранского производства. Сейчас возможно появление, расширение линейки этих дронов иранских. Поэтому они стали выйти в сводках, вы перестали читать Орлан-10 название. Почему? Потому что имеется в виду 5 вражеских БПЛА, это имеется в виду и Орлан-10, и Шахет-136. Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили командный пункт, два участка сосредоточения живой силы и техники противника, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов. Субтитры создавал DimaTorzok